Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Житие святого великомученика и целителя Пантелеимона Святой Пантелеимон родился в конце III века по Рождестве Христовом в Некомедии, ныне это город в Турции на берегу Мраморного моря. В то время империи правил нечестивый Максимиан, жестокий мучитель и преследователь христиан. Отец Пантелеимона был язычником и горячим приверженцем идолопоклонства, но мать его – Еввула, христианка, усердно служившая Христу. С раннего детства мать воспитывала отрока в христианском благочестии, научая познанию единого истинного Бога, живущего на небесах, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы он веровал в Него и угождал Ему добрыми делами, отвращаясь языческого многобожия. Отрок внимал наставления матери и усваивал их, насколько возможно было по его возрасту. Но, к несчастью, мать вскоре умерла. Отец же отдал мальчика в языческую школу, а затем поручил знаменитому в то время врачу Ефросину для обучения врачебному искусству. Отрок, будучи восприимчивого ума, легко усваивал то, чему его учили, и вскоре превзошел всех своих сверстников, а кое в чем сравнялся и с самим учителем. Когда Пантелеимон ходил к Ефросину, путь его пролегал рядом с домом, где жил пресвитер по имени Ермолай. Видев окошко юношу, часто проходящего мимо, и прозревая в нем чистое сердце и добрый нрав, Ермолай захотел просветить Пантелеимона светом христианской веры. Однажды он вышел навстречу юноши и упросил его зайти к нему в дом. Кроткий и послушный Пантелеимон вошел в дом старца. Ермолай расспросил его о происхождении и родителях, о вере и о всем образе его жизни. И юноша рассказал, что его мать была христианкой и умерла, а отец жив и, согласно языческим законам, почитает многих богов. Ермолай спросил его, ну а ты, чада, какой стороне и вере хотел бы принадлежать, отцовской или материнской? Пантелеимон ответил, моя мать, пока была жива, учила меня своей вере, и я возлюбил ее веру. Но отец, как более сильный, принуждает меня исполнять языческие законы. Святой Ермолай спросил опять, а в каком учении наставляет тебя твой учитель? И юноша ответил так, в учении Асклепия, Гиппократа и Галена. Отец мой и учитель говорят, что если я усвою искусство их, то легко могу лечить всякие болезни у людей. Тогда святой старец сказал, «Верь мне, добрый юноша, учения и искусство Асклепия, Гиппократа и Галена ничтожны и мало могут помочь прибегающим к ним». Да и боги, которых твой отец и прочие язычники почитают, есть не что иное, как басни и обман для слабоумных. Истинный же и всемогущий Бог есть один, Иисус Христос, в Которого, если ты будешь веровать, то будешь исцелять всякие болезни одним призыванием его причистого имени. Пантелеймон веровал этим наставлениям святого Ермолая как истинным и принимал их в свое сердце. С этого дня Пантелеймон каждый день приходил к старцу и наслаждался его богодухновенными беседами, укрепляясь в познании истинного Бога. Однажды, идя от своего учителя, Пантелеймон увидел на дороге умирающего от укуса змеи ребенка. На память ему пришли все те слова, которыми наставлял его Ермолай. Пантелеймон сказал себе, «Пришло время испытать и убедиться, истинно ли все сказанное наставникам». И, подняв очи на небо, произнес, «Господи Иисусе Христе, если ты хочешь, чтобы я сделался рабом твоим, яви силу твою и сделай так, чтобы во имя твое отрок ожил, а змея издохла». И тотчас же отрок ожил, а змея распалась пополам. После этого Пантелеймон, возблагодарив Господа, вернулся к пресвитеру Ермолаю и принял от него святое крещение. Крестившись сам, святой Пантелеймон захотел, чтобы крестился и его отец. И чудесный случай помог ему в этом. К Пантелеймону, как к врачу, провели слепого человека, которого не смог исцелить даже сам Ефросин. Тогда юноша в присутствии отца произнес, «Во имя Господа моего Иисуса Христа, просвещающего слепых, прозри». Тотчас отверзлись очи слепого, и он стал видеть. Тогда и отец, исцеленный Пантелеймоном слепец, уверовали во Христа и приняли святое крещение от Ермолая. Но отец вскоре умер, оставив сыну богатое наследство. Пантелеймон даровал свободу рабам, имущество раздал бедным, а сам врачевал не столько лекарствами, сколько силой Божией. Имя всемилостивого и безмезного врача вскоре стало известно во всем народе, а прочие врачи осуждались и осмеивались, вследствие чего среди последних ко святому возникла немалая зависть и вражда. И, узнав, что он христианин, они донесли об этом царю Максимиану. Царь вызвал святого к себе. «Что я слышу о тебе? Говорят, ты хулишь богов наших и воздаешь славу какому-то Христу? Не хочу верить этому и надеюсь, что ты сам обличишь к львету, принеся жертву богам». «Это чистая правда», – отвечал Пантелеймон. «Я отрекся от ваших богов, потому что они ложны, и уверовал во Христа, потому что Он – истинный Бог. Если же теперь ты, царь, хочешь узнать всемогущую силу Христову, увидишь ее действие тотчас же. Прикажи принести сюда какого-нибудь человека, лежащего на адрес смертной болезни, относительно которого врачи потеряли надежду, и пусть придут ваши жрецы и призовут своих богов. А я призову Бога моего, и который из богов исцелит больного, тот пусть будет признан единым истинным Богом». «Прочие, да будут отвергнуты». Царю понравился этот совет святого, и он приказал тотчас поискать такого больного. И вот принесен был на постели человек, расслабленный в течение многих лет. Пришли же и жрецы, служившие идолом, и опытные во врачебном искусстве, и начали призывать своих богов. Один – Эскулапа, другой – Зевса, тот – Диану, другие – иных богов. Долгое время они упражнялись в своих богопротивных молитвах без всякого успеха. Святой же, видя их напрасное старание, посмеялся. Увидев его смеющимся, царь обратился к Пантелеймону. Сделай ты, Пантелеймон, если можешь, здоровым этого человека призыванием своего бога. Тогда он, подойдя к постели, возвел очи свои на небо и, сотворив молитву богу, сказал расслабленному во имя Господа Иисуса Христа «Встань и будь здоров». И тотчас расслабленный встал, почувствовал крепость во всем теле, обрадовался и, взяв свою постель, понес ее в свой дом. Видя такое чудо, многие из предстоявших уверовали во Христа. Жрецы же, служившие идолом, скрежетали зубами на раба Христова и обратились к царю с такими словами «Если он останется в живых, то уничтожатся жертвоприношения богам, и мы будем осмеяны христианами. Погуби его, о царь, как можно скорее». Тогда царь сказал Пантелеймону «Принеси Пантелеймон жертву богам, чтобы не погибнуть понапрасну. Ты же знаешь, сколько людей погибло, потому что отреклись, от наших богов и ослушались наших приказаний. Все умершие за Христа, ответствовал святой, не погибли, а нашли себе вечную жизнь. И я буду считать свою жизнь пустою, если не умру за Христа, а если умру, сочту это приобретением». Царь в гневе приказал повесить мученика на дереве и железными когтями строгать его тело, ополя ребра горячими свечами. Он же, перенося эти страдания, возрел на небо и сказал «Господи Иисусе Христе, предстань мне в эту минуту, дай мне терпение, чтобы я до конца смог вынести мучение». И явился ему Господь в образе пресвитера Ермолая из Рекши. «Не бойся, я с тобою». Царь же рассверепел еще больше и приказал бросить святого в котел с кипящим оловом. Но огонь внезапно погас, и олова остыла, нисколько не повредив юноше. Не успокоившись, мучитель повелел, чтобы слуги схватили мученика и повели его к морю. Затем, посадив его в лодку и навязав на шею большой камень, отплыли далеко от берега и бросили его в море. Когда святой был брошен в море, снова явился ему Христос, как и в первый раз в образе Ермолая и стал камень, привязанный к шее мученика, столь легок, что Пантелеимон держался с ним на поверхности моря, не погружаясь. Царь несказанно изумился такому чуду и воскликнул. «Какова же сила волшебства твоего, Пантелеимон, что и море ты подчинил ему?» «И море», — объяснил святой, повинуется своему владыке и исполняет волю его. Тогда обезумевший Максимиан привел его в цирк и приказал выпустить на него диких зверей. Но звери не тронули святого, а лишь как преданные псы лизали ему ноги. Максимиан в ярости приказал жестоко бить святого мученика и, подвергши жестоким ранам, осудил его на смерть, чтобы отсекли ему главу мечом, а тело его повелел предать огню. Воины вывели мученика за городские ворота и привязали Пантелеимона к маслине. Когда палач отсек мученику голову, вместо крови потекло молоко. Маслина же та с той минуты покрылась плодами с корня до вершины. Многие из народа, бывшего при усечении, уверовали во Христа. О чудесах, явленных тут, сообщено было царю, и он повелел немедленно маслину ту изрубить на куски и сжечь вместе с телом мученика. Когда огонь погас, верующие взяли тело святого из пепла, не поврежденное огнем, и с честью похоронили. Молитвами святого великомученика и целителя Пантелеимона Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok